Продолжение следует... ...пришедшего недавно инвестора. Банк Санкт-Петербург. Прежний менеджмент, прежнее руководство довело его не просто до банкротного состояния, а до катастрофического. Слава Богу, что нашелся инвестор, который в этих сложнейших условиях взял на себя всю ответственность и пошел. Что касается надвоицкого алюминиевого, то Александр Худилайнин еще раз поделился результатами сложных переговоров с владельцем предприятия Олегом Дерипаской. По мнению главы республики, на данном этапе все необходимое со своей стороны карельское правительство сделало. Поэтому, узнав о митинге рабочих завода, запланированном на 1 мая, Александр Худилайнин не стал смягчать формулировок. Я присоединился к митингующим, если ничего не случится другого. С пригласим. Потому что сегодня, конечно, прекрасно понимаем, что на 8300 человек, проживающих в поселке надвоицы, работать больше негде. Заработная плата учителей, нехватка кадров в школах и вузах, от профсоюза работников образования вопросов было немало. Попадались и оригинальные. Например, просьба о тотальном запрете продаж в школах энергетических напитков, так называемых энергетиков. Как там разлагается печень, как там почки садятся и все остальное. Я думаю, что такую пропаганду нам нужно тоже вести в школах в отношении запретительных мер. Посмотрим обязательно. Встреча с руководителями профсоюзов продолжилась в более расширенном составе уже в главном зале профсоюзных организаций. И здесь вопросы касались самых разных тем. От судьбы Онежского судостроительного завода, где сегодня ждут итогов переговоров со скандинавскими заказчиками, до итогов работы карельского правительства в целом.